Для меня одной из, наверное, главных версий будет то, о чем говорил, который сейчас пропал без вести в Чечне, Ясин Халидов. Он рассказывал о том, как ЦПшники, опера из ЦП МВД по Чеченской Республике, создают группы и работают над европейской молодежью, которые специально вербуют, пропагандируют, чтобы те либо совершили какое-то преступление на территории Европы, либо попытались совершить это преступление, чтобы таким образом, во-первых, дискредитировать Чеченскую общину европейских странах, во-вторых, чтобы им легче было заполучить тех людей, которые их интересуют. Чеченская Республика Очень серьезные такие обвинения. Ни одно из них, правда, не было связано с терроризмом, что уже радовало. Из того, что мне удалось выяснить по своим источникам, что на самом деле задержанная группа занималась нелегальной миграцией. То есть это очень популярный в Европе вид нелегальной запрещенной деятельности, которой занимаются далеко в основном не чеченцы. И эта деятельность заключается в том, чтобы людей, которые хотят попасть в Европу нелегально, то есть они где-то, как правило, сейчас они пересекают границу вполне легально, допустим, где-нибудь в Хорватии. И потом вот эти вот так называемые таксисты, они организуют перемещение этих людей нелегальным образом. То есть эти люди не имеют права. Они должны, если они попали в Хорватию, например, пересекли границу, или они попали в Польшу, то первая страна, куда они попали, они там, естественно, запрашивают убежище, и они должны до конца процедуры, пока не будет вынесено решение по их статусу, они должны оставаться в этой стране. И перемещение из этой страны в другую является нелегальным. И те, кто организует такое перемещение, они уголовно наказываются, в отличие от самих людей, которые перемещаются. Они никакого уголовного наказания не несут, потому что такой человек, считается, что он, пытаясь спасти свою жизнь, перемещался. Если он будет задержан в момент попытки пересечения, например, он из Польши хотел попасть в Германию, и, скажем, поляки на границе его задержат, то его, как правило, посадят в закрытый лагерь, и процедуру рассмотрения его заявления в убежище он будет проходить, уже находясь в этом закрытом лагере. Но это не уголовное наказание, то есть за это его не осудят по уголовной статье, и он не будет там отбывать срок лишения свободы. Потому что это не считается уголовным преступлением для него. Но те люди, кто организует его переброску, то есть таксисты или те, кто управляют там диспетчеры какие-то, да, этих таксистов, они несут именно уголовное наказание. И вот по моей информации, из того, что мне удалось выяснить, вот эта вот группа задержанных во Франции людей, они занимались на самом деле вот этой деятельностью, и там, в общем, никакой там торговли людьми и прочих тяжелых тем нет. Значит ли это, что ничего страшного? Нет, мы это, конечно, не говорим, но в большинстве случаев мы относимся к такого рода преступлениям, как, ну, не так страшно, как, допустим, если бы это было обвинение в организации каких-то террористических угроз и так далее. Понятно, что вот это вещи, которые, это уже не просто криминал, это действительно то, что влияет на всю общину в целом какой-то негативный, появляется окрас там у всех чеченцев, если кто-то из чеченцев в такой теме замешан. А когда что-то такое, как организация незаконной эмиграции, тем более, учитывая, что большой поток чеченцев, которые хотят попасть в европейские страны, так или иначе, где-то родственники пытаются помочь, там, тем, кто бежит от преследования, тем, кто пытается уйти от мобилизации, там, и так далее. И понятно, что если такого человека, который пытался своего родственника спасти, его первое, в чем его обвинят в случае задержания, это будет вот организация нелегальной эмиграции. Не только в суде уже будет проведена какое-то судебное разбирательство, и только там он будет оправдан. Если будет доказано, что он не занимался какой-то деятельностью, на этом не зарабатывал деньги, а пытался просто своему родственнику помочь, то обвинение будет переквалифицировано, может быть, он получит какой-то штраф. То есть много таких прецедентов, где обвинения сначала были такие громкие, но потом оказывалось, что, в принципе, там люди просто пытались своего родственника помочь. Поэтому как-то к этой истории, они, в общем, не сильно меня эта тема триггернула. Но вторая информация, которая пришла из той же Франции, вот это уже тревожный сигнал. Какой-то молодой парень, по-моему, 18-летний чеченец, задержан, арестован во Франции, и официальный пресс-релиз французского МВД гласит, что он пытался организовать террористический акт на Олимпиаду, которая должна пройти вот сейчас, летнюю Олимпиаду в Париже. И это очень серьезное обвинение, это очень серьезное преступление, если действительно этот человек пытался это сделать. К сожалению, каких-то подробностей выяснить по этой теме не удалось. Я не знаю, кто этот человек, которого задержали. Французское МВД не выпустило никакой дополнительной, разъяснительной информации. Понятно, что сломя голову верить французскому МВД не сильно я склонен, учитывая, что французское МВД не так давно, вопреки решению своего же суда, выслало на растерзание в Россию Магомеда Гадаева. Французское МВД в городе Страсбург арестовало, задержало чеченских подростков за то, что они фотографировались на фоне новогодней елки с поднятым пальцем. И они это квалифицировали как приверженность запрещенной террористической организации, якобы, что поднятый вверх палец. Это причисляет тебя к... То есть, они это восприняли как в Германии вот этот вот характерный нацистский жест с поднятой правой рукой. То есть, они решили, что это реально, они это квалифицировали как принадлежность какой-то запрещенной террористической организации. Поэтому понятно, что когда такие вещи происходят, и на этом фоне потом раз такое обвинение, тем более это второе обвинение за неделю, то они чеченскую группировку задержали, заявив, что они там людьми торговали, что какие-то страшные обвинения. Оказалось, что это максимум, может быть, организации нелегальной миграции. И тут на тебе второе сообщение, что там задержан молодой парень, который вот-вот только стал совершеннолетним, и такое серьезное он готовил преступление. Ни в коем случае не утверждаю, что этого не могло быть, вполне все это допускаю, но не спешу доверять официальной информации французского МВД, потому что они, французские МВДшники, недалеко ушли от российских своих коллег. Французская МВД не так давно, уже после начала российского вторжения в Украину, вело переговоры с российским МВД о том, чтобы депортировать туда чеченцев. То есть уровень этого МВД, он для меня вполне понятный. Да и в целом какого-то хорошего такого мнения о полиции в европейских странах, по крайней мере в нескольких европейских странах, у меня точно нет здесь, что они такие прям святые люди, они никогда ничего не нарушают. Полиция Германии не так давно обвинила чеченцев, целую группу чеченцев в том, что те хотели взорвать синагогу в Берлине. Они официально возбудили уголовное дело, они провели обыски, задержания, но после этого, естественно, ничего из этого не подтвердилось. Естественно, эти ребята не забирались там ничего взрывать. Вообще никакого отношения к каким-то там проявлениям антисемитизма не имели. В принципе, это было просто на ровно месте сфабрикованное громкое уголовное дело, которое вышло под очень громкими заголовками, и чеченские исламисты пытались напасть на синагогу. Вот так это все подавалось, под очень таким серьезным, громким, пафосным соусом. Дело не было доведено даже до суда. Ни один из задержанных, у кого были проведены обыски, ни один из них не был арестован. То есть их всех задержали, сразу же отпустили, провели обыски, ничего запрещенного у них не нашли, дело не смогли довести даже до суда, оно просто испарилось. И что, где-нибудь мы слышали о том, чтобы там было какое-то опровержение, чтобы были громкие заголовки, чеченские, обвиненные в чеченском исламизме, ребята оказались ни в чем не виновны. Сфабриковавшие это уголовное дело были наказаны, уволены, были предприняты какие-то там административные меры, дисциплинарные взыскания в отношении этих полицейских. Что-нибудь такое было, конечно, нет, никто за это не понес наказание. До этого в той же Германии было сфабриковано уголовное дело на моего родного брата, когда его обвинили в том, что он распространял запрещенную символику запрещенной террористической организации ИГИЛ, хотя он просто репостнул статью немецкого же издания Deutsche Welle. Было решение суда даже по этому поводу, мой брат был оштрафован. Потом, да, нам удалось это оспорить и выиграть уже в апелляционном суде. Но вы понимаете просто, как работает система? То есть они довели это дело, абсурдное просто дело, они довели его до суда первой инстанции, и даже суд первой инстанции вынес абсурдное, просто не выдерживающее никакой критики решение, обвинительное решение в отношении моего брата, который просто репостнул статью Deutsche Welle, в которой была продемонстрирована эта символика. Поэтому какого-то такого прям хорошего мнения об этих органах его нет. Единственное, в европейских странах, что хорошо, это то, что есть независимые суды, и ты реально можешь в суде вот эти вот абсурдные, возмутительные действия европейских полицейских, ты можешь оспорить, и ты реально можешь добиться справедливости. Это большой плюс, в отличие от России. Но если бы не этот момент, если бы не независимые суды, то они бы на самом деле недалеко от своих российских коллег ушли. Были бы точно такие же фабрикации. То есть то, что их удерживает, это вот эта система сдержек и противовесов. И это огромное благо в европейских странах, которым, хвала Аллаху, мы можем пользоваться и можем добиваться справедливости. А так, в целом, когда с каким-то пресс-релизом выходит, уступает МВД какой-либо европейской страны, абсолютно нет какого-то доверия к этому, по крайней мере, я не спешу. Есть, конечно, я не говорю сейчас про все страны, конечно, есть страны, которые себя не запятнали, по крайней мере, до сих пор подобными явлениями. Но когда это делает Германия, когда это делает Франция, я, допустим, я к этому отношусь с недоверием. Пока, как минимум, это дело не будет доведено до суда, если оно будет доведено до суда, в суде уже выявляются какие-то моменты, там уже появляется какая-то гласность. Либо, если у меня нет какой-то информации, которую я могу проверить, допустим, если я знаю, кто задержанный человек, могу поговорить с родственниками. И, в общем, в этой ситуации тоже, конечно, я могу как-то либо подтвердить, либо опровергнуть. Но это не значит, что я в целом ставлю под сомнение наличие таких людей там среди нас, что у нас не может быть таких, что не было, что ли таких. Конечно, есть и может быть. И это очень плохо. Это то, с чем нужно постоянно работать, проводить какую-то разъяснительную работу. Родители должны уделять внимание тому, чем занимаются их дети, с кем они общаются, какие ресурсы они посещают, какой пропаганде они подвержены. Я... Если подобное, допустим, если подтвердится информация про то, что какой-то 18-летний чеченец действительно пытался во Франции организовать террористический акт на Олимпиаду, для меня одной из, наверное, главных версий будет то, о чем говорил, который сейчас пропал без вести в Чечне, Ясин Халидов. Он рассказывал о том, как цепешники, опера из ЦП МВД по Чеченской Республике создают группы и работают над европейской молодежью, специально вербуют, пропагандируют, чтобы те либо совершили какое-то преступление на территории Европы, либо попытались совершить это преступление, чтобы таким образом, во-первых, дискредитировать чеченскую общину в европейских странах, во-вторых, чтобы им легче было заполучить тех людей, которые их интересуют. Ведь если ты демонизируешь наше общество в лице, в глазах европейских властей, то нас будут легче отсюда депортировать, отдавать нас в руки российским правоохранительным органам. А если, например, конкретного человека, который их интересует, им удастся именно его вовлечь в такую авантюру, то они получат его готовеньким, тепленьким, прям в свои руки. Поэтому этот момент, наверное, для меня он будет самым главным, который я буду в этой ситуации рассматривать. При этом не исключаю, что может быть реально искренний какой-то тип заблудился, посещая какие-то... То есть может ли он быть таким искренним радикалом, который никак не связан с российскими спецслужбами. Да, может быть, к сожалению, такое тоже встречается. Но это будет только последнюю очередь, мной лично рассмотрено. Первое подозрение это ЦП МВД по ЧАЭР. Поэтому надо очень серьезно за этой темой следить, что какие телеграм-каналы посещают подростки, особенно подростки, подверженные этой пропаганде. В каких группах они сидят, с кем они общаются. Те, с кем они общаются, это что за люди. Вообще это очень важный такой момент, надо держать постоянно под контролем. И очень важно, чтобы эта молодежь, эти подростки, они были чем-то заняты. Если они привержены спорту, пусть занимаются спортом, футбол, единоборство какие-то. Желательно, конечно, если они учатся, если они склонны к тому, чтобы получать какие-то полезные знания, навыки. Надо их максимально... Сделать так, чтобы они были максимально заняты. Обычно на такие крючки пропагандистов и вся всевозможных радикальных каких-то заблудших групп попадаются люди, которые ничем не заняты. Им нечем заняться. Они начинают искать себе какую-то деятельность в интернете и, как правило, попадаются на таких. Поэтому нужно быть очень с этой темой осторожным. Субтитры создавал DimaTorzok